Научиться собирать роботов, изучить строение тела, освоить технику изобразительного искусства. Всё это под силу молодым дарованием региона, благодаря широкому списку направлений дополнительного образования. Оно выходит за рамки традиционной школьной программы. Раскрыть потенциал ребёнка помогают педагоги, чьи знания и умения не ограничены страницами учебников. К примеру, Наталья Назарова знает, как привить детям любовь к походам и интерес к изучению истории родного края. Если мы говорим о туризме, то я не знаю ребёнка, который не хотел бы сходить в поход. Вот просто это у ребёнка, у каждого ребёнка это мечта. Выйти с палаткой, переночевать в лесу, пообщаться, что-то увидеть новое, где-то полазить, где-то что-то увидеть и изучить, где-то получить какие-то впечатления. И поэтому, собственно говоря, походная деятельность у нас становится очень активно. Активно развиваются и другие направления доп. образования. Педагоги отдают душу и сердце на каждом занятии. За любовь к своему делу и многолетний труд в свой профессиональный праздник они получили приятные подарки. Слова благодарности прозвучали от первых лиц региона, коллег и близких друзей. Через систему дополнительного образования мы создаём для детей с разными интересами, для будущих учёных, инженеров, спортсменов, артистов. Все условия для обучения, для занятий в кружках и секциях, для участия в общественной работе, для знакомства с профессией. По большому счёту вы раскрываете будущие таланты. Благодаря этому ещё на этапе взросления ребёнок может попробовать свои силы в разных направлениях и к выпуску из школы твёрдо определиться с профессией. В Ульяновской области работает больше двух тысяч педагогов дополнительного образования. Их заслугу в становлении личности подрастающего поколения отметил и президент страны. Именно поэтому 2023 год объявлен годом педагога и наставника. Александра Никитина и Анатолий Рассохин. Управда. ТВ.